Всем привет, с вами Gabzor.com. Не так давно компания Afotek представила новые наушники, мышку и клавиатуру. Начнем мы изучение с наушников. Это модель Afotek Blady G575. Вышла в трех расцветках. Это серая, которая у нас, есть также черная. И интерес представляет желтая. Она выполнена в стилистике духи киберпанка. В этом же цвете можно взять мышку и клавиатуру. И причем этот сет выйдет не так уж и дорого. Отмечу интересное исполнение внутреннего контура оголовья, не встречаемого ранее. Это две подпружиненные лапки с мягкой накладкой во внутренней части. Они не давят на голову, при этом обеспечиваются необходимой устойчивость и обхват для надежной посадки. Внешний контур выполнен из двух стальных проволок с резиновой оболочкой. Хорошая жесткость и надежность конструкции. Они устойчивы к деформации при случайном падении. Габаритные чашки со сложной геометрией зафиксированы подвижно, меняя угол наклона под форму головы. По периметру подсвечиваемая вставка и еще подсвечивается логотип бренда по центру. Многоцветная переливающаяся подсветка. Выбирать цвет и изменять эффекты возможности нет. Предусмотрено только полное отключение. Может быть полезно, если эксплуатация идет с ноутбуком и требуется максимально продлить время автономной работы. Наводок с посторонним шумом работающая подсветка не дает. Амушюр из эко-кожи внутри мягкий наполнитель с памятью формы быстро восстанавливает изначальный вид после снятия. Микрофон съемный находится на нижнем торце левой чашки, капсула на гибкой ножке. Элементы управления перенесены на пульт управления, зафиксированный интерфейсный кабель. Тут регулятор громкости, механический тумблер микрофона и кнопка выключения подсветки. Длина у кабеля 2 метра, он защитный нейлонной воплеткой, для работы требует подключения только к USB. За воспроизведение отвечают 50 мм динамики, в звуковой сцене акцент сделан на низкие и средние частоты, есть виртуальный объемный звук, улучшающий ориентирование на карте. В эксплуатации показались отлично как в играх, так и при просмотре фильмов. Обхватывают амбушюры полностью, обеспечивается пассивная звукоизоляция, она отсекает окружающий шум в помещении, длительное ношение не создавало проблем с запотеванием. Понравилось исполнение внутреннего контура у околовья, длина кабеля тут 2 метра, она позволяет подключаться к системному блоку, который расположен на удалении, на полу например, или игровой консоли, а сами удобно расположились в кресле. Для начала работы наушники не требовали установки драйвера в программном обеспечении, корректно работали на разных платформах, отдельно отметим проверку подключения консолей PlayStation 5, с ними мы играли в игру One Hand Clapping, а там суть геймплея заключается в том, что периодически для того, чтобы двигать предметы, там выполнять какие-то задачи, решать загадки, нужно подать тембров голоса, и здесь проблем с этим не было. Работают и микрофон, и динамики. Естественно, подключайтесь к USB на вашей консоли. Запись микрофона будет в конце этого ролика, записываясь с помощью программы Adobe Audition, ну а финальные выводы по наушникам делать, конечно же, вам, A4Tech платье G575 по ссылке текста обзор. Лайк, подписка, приветствуется, пока-пока. Итак, сейчас я записываю звук на наушники от компании A4Tech. Наушники одеты у меня на голове, работаю в программе Adobe Audition. Для записи использую заводские настройки, которые предложила программа. Сейчас, собственно, на столе у меня стоит, и у меня, давайте убедимся, что работает... И, собственно, разговариваю микрофоном. Дополнительная корректировка никак проводиться не будет. Данная запись публикуется в рамках тестирования самих наушников от A4Tech. Отдельный обзор по ссылке в описании вы сможете посмотреть. A4Tech, наушники A4Tech. В рамках тестирования данной гарнитуры мы ведем эту запись. Разговариваю обычным голосом, а тестирую на Mac Mini на M1. Я думаю, что это не принципиально, на любой системе вы можете работать. Я изучал и на PlayStation 5, и на Windows ноутбуке. Никаких здесь каких-либо особенностей нет. Софта, собственно, тоже нет. Вы используете то, что задано в настройках звуковой карты, которая идет изначально с этими наушниками. Субтитры создавал DimaTorzok